В России стартовала осенняя призывная кампания. В этом году из Тверской области вооруженные силы планируется отправить более тысячи новобранцев. О том, какие особенности несет себе призыв этого года, в материале нашей съемочной группы. Традиционно и планово. Примерно так в двух словах можно описать нынешнюю осеннюю призывную кампанию вооруженные силы страны. В этом году она стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря. За это время в ВСРФ пополнят чуть более тысячи новобранцев из Тверской области. Разумеется, один из главных вопросов — обеспечение санитарно-эпидемиологических требований. Ведь на территории Верхней Волжья по-прежнему сохраняется опасность распространения коронавируса. Впрочем, Министерство обороны готовы к любому развитию событий. Военные комиссариаты и призывные комиссии муниципальных образований Тверской области на 100% обеспечены медицинскими масками, бесконтактными термометрами, лампами для кварцевания кабинетов специалистов, защитными очками, бахилами, медицинскими перчатками и дезинфекционными средствами. Все должностные лица военных комиссариатов области, связанные с призывом, провакцинированы. Как отмечают в областном военкомате, призывники из Тверской области будут нести службу в пределах западного военного округа. По традиции, новобранцы Верхней Волжья будут направляться практически во все рода войск. От артиллерии до ВДВ, от зенитно-ракетных до танковых. Не станут исключением и элитные части и формирование. Приоритетным комплектованием является президентский полк. Осенью будет направлено 10 человек. Торжественная отправка в президентский полк спланирована на 17 декабря. По традиции, совместную работу по подготовке новобранцев вместе с военкоматом ведет ДОСААФ. На сегодняшний день организация осуществляет работу по подготовке водителей, которые в дальнейшем будут нести службу в вооруженных силах страны. Основная, конечно, специальность, которую мы готовим, это водители категории С. Кроме этого, еще есть специальности водителей автобусов, водителей категории С с прицепами и остальные другие специфические специальности для воздушно-десантных войск. Мы готовим стрелков, парашютистов, водителей. В целом, отмечают в областном военкомате, российская армия все больше встает на профессиональные рельсы. Процент военнослужащих по призыву неуклонно снижается год от года. При этом речь идет не о количественном, а о качественном наборе. Врачи, работающие в призывной комиссии, подчеркивают, что общее состояние призывников улучшается. Процент негодных к службе в армии также снижается. Это связывает с развитием детско-юношеского спорта и усилением военно-патриотической работы с подрастающим поколением. Субтитры создавал DimaTorzok